В преддверии новогодних праздников, когда люди начинают активно использовать пиротехнические изделия, хотелось бы напомнить основные правила безопасного использования этих изделий пиротехнических, чтобы новогодние праздники для людей не омрачились бедой. Самый распространенный, и все знаем, наверное, с самого детства, это бенгальские свечи. Самое, наверное, безопасное изделие, но в то же время неосторожное обращение с ним может привести к пожару, к возгоранию. Значит, зажигать их необходимо на вытянутой руке и держать ее на вытянутой руке от себя и наклонив от себя, чтобы в округе не было никаких легковоспламенений, ни елок, ни легковоспламеняющихся предметов. При зажигании бенгальской свечи лучше прибегнуть к помощи человека. Вы только немножко отойдите, так, чтобы и на вас оно не летело. Вот, и вот так вот держаться на вытянутой руке. Желательно, и не над собой, и не вокруг тех предметов, которые могут от этих искр разогореться. Начнем мы нашу демонстрацию с правильного использования фонтанов. В общем-то, как и много других видов пиротехники, самое основное для этого изделия, это установить его на ровную поверхность, очищенную от снега, чтобы оно стояло устойчиво и чтобы его не опрокинуло ни струей, ни ветром. Примерно вот так. Можно также присыпать основание снегом, если есть, закрепить камнями или кирпичами. Для маленького фонтанчика достаточно будет прикрепления его снегом. После чего на земле, на установленное изделие, уже только после этого мы поджигаем фитиль. Акцентирую внимание, на земле после полной установки. И отходим на безопасное расстояние. Значит, следующее изделие мы рассмотрим. Это так называемая бабочка. Для этого изделия зоны безопасности будет значительно больше, чем для фонтана, потому что она может полететь немножко не в вертикальном направлении, поэтому это тоже необходимо учитывать. Итак, приступим. Подготовили площадку. Еще раз акцентирую внимание на том, что необходимо учитывать, что траектория полета до конца предсказуемо быть не может, поэтому надо отойти на безопасное расстояние. Так, приступим к нашим испытаниям. Положили и только после этого поджигаем. У спасателей в руках не хочет гореть даже зажигалка. Те же правила безопасности действуют и для циркоблицов, только за исключением того, что запускать их необходимо с поверхности, на которую можно его надеть. Например, может такой поверхностью послужить доска с вбитым в нее гвоздем. Эта доска должна располагаться также на твердом основании, чтобы ее не опрокинуло и не раскрутило. Только после установки на доске и на основании самого гвоздя мы можем приступать к поджиганию. И опять же уходим на безопасное расстояние. Даже сертифицированная пиротехника и даже при правильной установке может дать сбой, поэтому очень важно соблюдать безопасное расстояние, которое указывается в инструкции, чтобы, когда произойдет вот такое, как вы видели сейчас, не получить травму. Следующее, что мы рассмотрим, это ракеты. Неоднократно были случаи, когда именно из-за попадания ракет на балкон и в окна происходили пожары. Поэтому при установке ракеты очень правильно, именно грамотно ее расположить и установить. А следует это делать именно таким образом. В снег, либо в стеклянную бутылку мы устанавливаем основание ракеты, вот этот вот штырек, таким образом, чтобы ракета могла свободно перемещаться в этом отверстии, которое мы создали для нее. Это нужно для того, чтобы ракета все-таки взлетела. Здесь также необходимо учесть направление ветра, потому что обязательно будет крен ракеты в соответствии с ветром, и она изменит свою траекторию полета. У нас направление ветра немножко в ту сторону, поэтому мы поставили ее вертикально и с наклоном в противовес движущимся облакам. Теперь, после установки и убедившись, что мы никому не помешаем своим запуском, можем производить поджигание ракеты. И опять же, после поджигания необходимо удалиться на безопасное расстояние. Гарантируя, что ракета все-таки взлетит, никто не может. Следующее, что подлежит рассмотрению, это римские свечи. При правильном использовании достаточно безопасная вещь, а как правильно пользоваться, сейчас мы рассмотрим. Самое главное, это не перепутать вверх с низом. Отсюда будут вылетать заряды, и надо посмотреть на самой упаковке, должен быть значок, в какую сторону будет направлено действие самих пиротехнических зарядов. Нижнюю часть изделия необходимо либо жестко закрепить в сугробе. В данной ситуации, в отличие от ракеты, здесь закрепить нужно именно жестко, потому что взлетать изделие не будет, а будут вылетать заряды изнутри. Поэтому необходимо, опять же, строго вертикально закрепить его внутрь снежного сугроба, для того, чтобы никуда не произошло крена, ни ветром, ни самостоятельно от собственного веса. Если рядом нет сугроба, где можно закрепить такое изделие, можно закрепить его к любому вертикальному объекту. Это может быть столб или какое-то ограждение из негорючего материала, которое будет стоять, опять же, вертикально. Закрепить можно при помощи скотча. После правильной установки, согласно инструкциям, необходимо поджечь фитиль и удалиться на безопасное расстояние. О безопасных расстояниях будет указано в инструкции для конкретного вида пиротехнического изделия. Поджигаем. Сейчас мы рассмотрим, как правильно запускать мортиру. У нас в наличии однозарядная мортира маленького калибра, однако правила безопасности для нее, как и для большинства изделий, которые запускаются непосредственно с земли, установить на твердую ровную поверхность и чем-либо зафиксировать. Поверхность мы уже очистили. Теперь наша задача зафиксировать. Такого калибра мортиру можно зафиксировать просто снегом. Мортиры большего калибра необходимо зафиксировать либо камнями, либо кирпичами. После фиксации, убедившись в том, что мы никому не мешаем и никому не навредим, мы можем производить поджигание. И удаляемся на безопасное расстояние. Вот и все. Следующее, о чем бы хотелось поговорить, это салютная установка. У нас в руках маленькая салютная установка, однако бывают они различных размеров, различных калибров и, соответственно, различной покрасочности. Но правила запуска для этих установок будут указаны на корпусе либо прилагаться к каждому конкретному изделию. В любом случае, салютную установку необходимо, как и все пиротехнические изделия, установить на ровную твердую поверхность, убедиться в том, что исключено их самопроизвольное движение в различных направлениях, при необходимости зафиксировать. Если это сказано в инструкции, если калибр наиболее крупный. Даже эту установку маленького калибра для уверенности мы все-таки присыплем снегом по бокам. Убедившись в том, что изделие закреплено правильно и что мы никому не мешаем, мы можем поджигать. Итак, мы рассмотрели основные правила использования пиротехники. Однако следует помнить, что конкретно для каждого вида пиротехнического изделия есть прилагаемая инструкция, в которой будут указаны необходимые требования безопасности. Следует также помнить, что нельзя использовать пиротехнику непосредственно в руках, поджигать ее в руках, а также нельзя использовать ее во дворах-колодцах, вблизи стоящих объектов, машин, а также вблизи скопления людей. Пусть ваши праздники будут безопасными. Берегите себя! Продолжение следует...